Всем привет! Сегодня у нас будет видео болтушка-собирушка-кофеюшка. На самом деле сейчас утро, я решила сесть и снять вам видео, которое давно уже планировала снять. И заодно решила, что это я буду краситься сама, давайте-ка вы вместе со мной. Поэтому сегодня я вас приглашаю со мной провести эти 20-30 минут, сколько у нас получится это видео. Поболтаем, несколько вещей я вас хочу спросить, и мне нужны очень ваши ответы, поэтому, пожалуйста, не ленитесь, ответьте мне в комментариях. И просто посмотрите, как Габи по-деревенски красит. И давайте, самое первое, что я начну, чтобы начать мою болтовню, которую я сегодня задумала, беру обыкновенную салфетку. На самом деле я встала очень давно, утром помыла лицо, нанесла вот этот вот крем от Antipods, это новозеландская косметика, о которой я вам все расскажу в других видео, потому что это новинка. И крем на зону под глазами от Баби Браун, вообще не люблю его наносить утро, но у меня, мой утренний закончился, новый, который заказала, еще не пришел, уже целый месяц тащится ко мне. И потому что я нанесла это уже давным-давно, я уже успела сходить в столовку, повоевать здесь с пауком, блин, эти пауки ползут ко мне всегда, когда никого дома, кроме меня нету. И в общем, я беру салфетку и просто лицо, извините, что она такая покапацанная, я как раз начала уже протирать лицо и заметила, что я не нажала play. В общем, беру салфетку и просто протираю лицо от лишней ерунды. Так, сегодня буду наносить тон бьюти-блендером и буду пользоваться вот этим стиком от Баби Браун, поскольку крем мой новый, я хочу посмотреть, как он будет работать со всеми тональниками, что у меня есть. Вообще, сейчас на каждый день я пользуюсь тональником от Chanel Vita Lumiere, который я просто очень хочу закончить, потому что что-то у меня не прет в последнее время, мне вообще не пруха в последнее время, товарищи. И поэтому, если вы будете на заднем плане слышать машины, извините, я постараюсь все, что я смогу. О, у меня тут раздражение, и тут раздражение. Все мне обращает внимание, как всегда, кручевенький габ. Боже, к этому привыкли, правда? Вот, так что я еще хотела вам сказать. Кто вчера с Евровидения смотрел? Вы представляете, Израиль после четырех лет, что мы не были... После четырех лет, что мы не проходили в финал, мы вчера наконец пошли в финал, я тут так орала отчасти, я уже Евровидение смотрю 15 лет, и мне это уже, да, 15 лет, и для меня это уже стало частью какой-то традиции, поэтому я вчера так дико визжала отчасти, тем более он еще нас назвал самыми последними, но он действительно дал классное шоу, как мне кажется. Если вы, как вы, смотрите, Евровидение, посмотрите Израиль. Если вам нравится, голосуйте, пожалуйста, потому что... Ну, хотя для нас главное, что мы уже в финал попали, все остальное это так ерунда. Для нас это уже победа после четырех лет, что мы не попадали в финал. Слушайте, еще что хотела спросить. Не спросить, а сказать. Мне нужна ваша... Как бы это выразить правильно? Ваша помощь, ну не помощь, наверное, а сотрудничество. Вот, мне нужно ваше сотрудничество, моих зрителей, особенно зрителей с Израилем. Есть две темы, которые я хочу сделать, видео на эти две темы. Что на ногу творится? Ладно. На эти две темы хочу сделать видео. Первая тема. Мне очень часто спрашивают мои зрители, которые не живут в Израиле, что я бы посоветовала привезти из Израиля, из косметики. Я могу посоветовать очень маленькую часть. И я знаю, что мы каждый пользуемся чем-то другим, любим разные фирмы. Есть много, наверное, интересных вещей, о которых я даже и не знаю. Поэтому давайте все израильтяне, кому не лень, буду очень вам благодарна, если вы поддержите мою вот эту идею. И каждый из вас, девчонки, напишите мне по одному, два, три продукта израильских разных фирм, что вы любите. Я возьму все ваши продукты. Все соберу это в одно видео. Сделаю его более подробным, где можно найти, как купить и примерно, может быть, сколько стоит. Конечно же, все, кто из вас посоветует, я вас всех упомянула в этом видео, чтобы все было по-честному, как говорится. Так что да. Если вам такая идея нравится, то буду очень рада сотрудничеству с вами. А вторая идея у меня появилась. И тоже, надеюсь, израильтяне меня поддерживают. Помните, если вы со мной с самого начала, с моего канала, у меня есть... Телефон. Кенец. Да. Анимация лямит. Машу дахов. Бай. Мой муж. Помните, мое первое видео было... Мое первое видео было... Влог был, что я сделала 15 вещей или 10 вещей, к которым я до сих пор не могу привыкнуть в Израиле. Я напомню, что там было много фурора по поводу этого видео, и положительного, и отрицательного. Поэтому я хочу обновить это видео, но не хочу, чтобы оно также было только моим, потому что у меня очень определенный взгляд на вещи. У вас у кого-то тоже, наверное, определенный взгляд на вещи. Каждый мы видим все по-разному. Поэтому, если вам не лень, напишите мне тоже, пожалуйста... Достаточно одной вещи от каждого израильтяне. К чему вы до сих пор, за все время, что вы живете в Израиле, не привыкли? Я также поспрашиваю своих друзей, всех, кто считается репатриантом. И сделаю тоже все это суммирую. Суммирую, так говорят, суммирую. В общем, и сделаю общее такое видео. И оно будет не только от меня, а и от многих жителей Израиля. По-моему, это будет намного интереснее. Мне кажется, это классная идея. Не знаю, посмотрим, поддержите вы меня с этими идеями, нет. В любом случае, да, вот такие две просьбы у меня к вам. Я закончила вроде тон, что-то я ее через чур уже размазываю. Теперь у меня есть неровности. Неровности я буду вот этим вот консилером от Nars. Nars Cream Concealer. Если я щурюсь, извините. Я не с привычки, что я без очков. Ничего себе я не вижу там. Поэтому я могу щуриться. Я наношу их именно на такие неровности, которые как бы выделяются. У меня еще есть одно средство, которое я сейчас от прыщиков пользую. Оно мне очень нравится. Оно очень-очень классно справляется с прыщиками. Единственное, что оно очень сильно сушит. Я его в прошлом видео положила вам показать и забыла. Как обычно. Перед носом оно у меня стояло, я забыла его показать. Так, и я беру... Вообще можно пальцем. Не надо кистью никакой. Просто беру пальцем и раз... Тушевая. Этот консилер, он очень плотный. Я его под глаза никогда не ношу. Я знаю, что многие его, может быть, под глаза носят. И он... Он плотный и он для меня немного светлый. Но мы потом его пудрой запудрим. Вот, вы знаете, что я люблю очень такие, ну, легкие тональные средства. Не люблю что-то там. Ну, в общем, как-то так. Мы сейчас пудрой запудрим. Где мой спонж? Может быть, я спонжиком чуть-чуть. Вот спонжиком можно чуть-чуть еще. Знаете? Я даже не помню, где я его положила. По-моему, здесь. 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 Короче, как-то так. У Габи Макияны всегда пук-пук и все. Так, я еще для вас хочу волосы накрутить. Тут не все так просто. Сегодня беру Aif San Juan. YSL. Это сам, как бы, вот, Тушекла. Под глаза я его тоже заканчиваю. Специально его теперь наношу каждый день, чтобы закончить. По-моему, у меня сейчас будет грандиозная апчи. Не хочу чихать. Не в тему сейчас. Всегда, когда я сажусь краситься, перед вами хочется чихать. Мне вообще всегда чихать хочется. Чихать я хотела. Так, и чем мы его размажем? Давайте тоже бьюти-блендером. Для чего он уже здесь? Пусть это уже работает в полную мощь. И бьюти-блендером я его наношу. Вообще, сейчас, значит, что-то у меня с VSL последнее время. Вземлю тушекла. Что-то я не понимаю, что он не делает. Делает вообще что-то не делает. Вы знаете, я купила... Он еще ко мне, конечно, не пришел. Новый фотоаппарат. Я забыла взять хайлайтер. Ну, ладно, сегодня без хайлайтера обойдусь. Хотя каждый день сейчас пользуюсь хайлайтером. Мне так нравится. Вы видите, когда собираешься к видео. А, все равно вставать придется. Я же хочу стрелки нарисовать. А у меня стрелки вот так вот не получится в жизни. Так, на самом деле, очень легкий макияж. Теперь беру вот эту вот штуку от MAC для бровей. Ее не советую. Больше мне нравится первая. Их оригинальная. Это PRO. И PRO мне менее нравится. Значит, видите, у нее такая вот кисточка. Она у нее... Как это называется? Елочка. И цвет немного темноват мне, на самом деле. То есть, на самом деле. Хотя, когда мне его подбирали, сказали, что нормалек. Но он мне темноват. Но я его растушевываю так, что не особо видно. Конечно, новый я покупать не буду, пока я это не закончу. Ну вот. И просто я прокрашиваю. Это единственное, что я пользуюсь для бровей. У меня ничего другого нет. Я... У меня брови достаточно длинные. Я их и так подстригаю очень сильно. И вообще, по-моему, сделать нужно. Еще я их крашу, конечно, как курица. Брови все вокруг. Я не ношу... Боже мой, как я накрасила бровь. Ужас, люди. Посмотрите. И так не делайте. Называется блогер хренов. Краситься нормально не умеет. В общем, ну ничего. У нас есть эта щеточка. Все можно ей снять потом. С бровями я закончила. Конечно же, не могу я их сидя нарисовать нормально. Поэтому я пошла, дорисовала в этом самом. Беру хайлайтер WhatsApp от Benefit. Дико. Мне нравится вообще очень. И буквально раз, два. Если вы хотите попробовать такой хайлайтер, советую покупать только мини, небольшую. Тут этого мини. Мне уже год это мини. И посмотрите, сколько у меня этого еще есть. Очень долгоиграющий продукт. Я наношу его здесь на скулу. Может быть, здесь немножко под бровкой. В принципе, сегодня я пользуюсь бьюти-блендером. Поэтому тем же бьюти-блендером это все и растушую. Так. Буду делать стрелки. Есть несколько макияжей, которые я делаю относительно часто. И мне всегда говорят, что они неплохо выглядят. Поэтому один из них... О, себя. По лицу бут-бут-бут. Долбаю. Короче. А еще на Евровиде мне понравилась Латвия. Я очень объективный. Зрители Евровидения, правильно? Израиль, Латвия. Россия тоже была классная. Это Полина Гагарина. Но я не знаю, кто это такая. Я знаю, что она знаменитая личность. Но я не знаю, кто она. Так. Кофе. Ммм. Как я шлюпаю хорошо так. Я знаю, что сказали, что Швеция выиграет. Но мне он вообще не понравился. Мало того, что он мне не понравился. Он еще и свое представление у него было не оригинальное. Насколько я поняла. А, как говорится, вдохновился у Бейонси. Об этом много где написали. Что он сделал почти то же самое, что Бейонси сделала пару лет назад. Вот. Но посмотрим. Так. А, что я не сказала, что я делаю. Я наношу базу на века, потому что у меня очень жирные веки. Веки, да? Кварат веки. И у меня не будет держаться... У меня ни тени, ни... Кроме тени, кроме Кико. Кико это какие-то тени не из мира всего. У меня подводка не будет держаться, если я базу нанесла. Она у меня будет вот здесь отпечатываться. Когда, если вы видели Инстаграм, то Оля меня как-то... Делала мне макияж профессиональный. Я в Инстаграм показывала. Он был такой активный, с такими активными стрелками. Так вот. Она мне когда делала и красила мне все подвижное веко, то когда на мне уже закончился макияж, то у меня такие штучки тут начали оставаться. Потому что база, которую она мне положила, недостаточно крепкая была для меня. На мне, например, база Urban Decay вообще не работает. Она мне что есть, что нет. Вот эта база Too Faced, она одна из единственных, которая держится на мне. Так. Ну и теперь я буду рисовать стрелки вот таким вот от L'Oreal. Он называется Super Liner. Вообще, я очень много лет пользовалась точно таким же от Maybelline. Я уже как-то это рассказывала. Это единственная вещь, которую я вообще умею стрелки рисовать. Она вот так вот выглядит. Я ничем другим не умею стрелки рисовать. И я не умею стрелки рисовать вот так вот, как я. Сейчас здесь сидя. То есть, я могу начать, наверное, вам показать. Но это будет... Мне нужно идти к зеркалу. Я вообще крашусь стоя. Не знаю, я одна такая, не одна. В общем, как-то так. Я начинаю с середины всегда. И потом все как бы подвожу. Вот, типа так я делаю. На этом я заканчиваю вам показывать, как я рисую стрелки. Я их пошла рисовать. С той кулаказистонию. Прошло полгода я нарисовала стрелки. Я их пыталась нарисовать. Сейчас минут 15. Наверное, вышли такие жирные. Ну ладно. На сельском месте сгодится, как я говорю. Беру ту же Chanel. Обычно, когда я снимаю видео, я крашу Chanel. Потому что она очень такая активно, объемная. Это Vita Lumière de Chanel. Или whatever, как она там называется. Le volume de Chanel. Vita Lumière. Что я сказала, бог ты мой. И очень-очень хорошо покрашиваю ей ресницы. Мало того, что я прокрашиваю ей хорошо ресницы, я еще и, знаете, я лично так люблю, как бы, заходить на водную, на верхнюю водную тушь для того, чтобы она тоже становилась черной. Кто-то любит карандашом прокрашивать, а карандашом не очень, потому что на мне есть карандаши. Отпечатываются, а тушь нет. Вот они из самых корней, видите? Она, кстати, эта тушь намного загустела, нежели она была в начале. И она немного более склеивает реснички, но она все равно дает очень красивый драматический эффект, как мне кажется. И она не опадает на мне. Я слышала, что я большой полден, что она опадает. Нет, она не опадает, но она склеивает реснички. После, наверное, вот сейчас вот накрашу. Похожу минут так 20. Зачем я язык вам показываю? Похожу минут 20. И потом ее хорошо-хорошо протешу реснички. Но нужно, чтобы они очень хорошо просохлись вместе с ней, чтобы они не потеряли форму. У Доны опять заход трехдневный. Три дня она чего-то опять боится. Мне сказали, что... Собаке бабушка там не сказала. Мне бабушка, представляете, упала со стула, сломала ногу. В общем, я с ней вчера разговаривала, но она сказала, что собаки иногда боятся, когда... Ну, зачем я замазываюсь? У меня палочки здесь нету. Вот облом. Ладно, не обращайте внимания, что я буду замазанной немножко, и спаду почищусь. Что собаки боятся иногда, когда есть рядом змей где-то. Не знаю, правда, не правда. Но у Доны уже трехдневный заскок. Она не хочет выходить гулять. И периодически есть эти заскоки. Я как-то вам рассказывала об этом. Ну что, я немного почистила и принесла вот эту вот щеточку, которая сейчас буду расчесывать ресницы, потому что что-то они вообще склеились. Да, ужас. Она очень хорошо причесывает. Снимает лишнее. Очень ее советую, кстати. Если у вас похожей нет, то это от Real Techniques. Она действительно хорошая. Вот видите, это как бы, ну, минус этой туши, что когда она подсыхает, она очень склеивает реснички. Может быть, на ком-то, кстати, она и не склеивает. Потому что у меня очень тонкие ресницы. У меня очень много туши их склеивает. А здесь она вообще, блин, сделала мне одну ресницу. У меня обычно вот с L'Orient такая ерунда. Но я это прощаю, потому что она делает красивую драму. Я не могу расчесать с ту сторону так вот через этим зеркалом. И она красиво выглядит и не осыпается. Поэтому, простительно, учитывая то, что эта тушь не на каждый день все-таки, потому что у нее через что-то такая активная драма. Ну что, вроде все, что у меня там было, я это сам. Я теперь просто возьму бьюти-блендером и немножко на него она сам нанесла тональника и просто выровнялся. Вообще, очень люблю бьюти-блендережку, я вам это где-то говорила, да? Так. Ну вот как-то так у нас получилось. Вообще, не знаю, что это получилось. В деревне, а не Габи, если честно. Ну, не знаю, я в деревне живу. Да, мне можно. Мне все можно. Вот. Но это такой, на самом деле, простой макияж, который, может быть, я делала каждый день. Может быть, и нет. Хотя стрелки я очень люблю. Так. Ну, в общем, как-то так. Теперь пошло время одеть очки, потому что я ничего не вижу. Ура! Сейчас намного стало лучше видно. И теперь, нет, на самом деле, снимочки. Тогда я же как я буду контурирование-то делать? Никак. Для контурирования я беру 3 кисти. Новая кисть, про которую я вам потом расскажу в видео о покупках. Too Faced, которая начала облизать. И еще 2 маленькие кисти. Контурирование ничего не изменилось. Значит, где наша там складочка? Вот тут вот мы будем рисовать. Вот прямо здесь. То есть, да, мы катим кисти, и куда, где она проваливается, там рисуем. Вот здесь вот. Здесь мы будем рисовать. Значит, этот, кстати, в прошлом видео, когда я им хорошо, сильно накрасилась, вообще наяву я была такая вся накрашенная, когда он снимала видео о покупках. Я вот там вот стояла. Вообще, как-то ничего не было видно. Не было видно, что я вообще что-то делала со своим лицом. Было просто ужасно. Мне так не понравилось. Я даже не хотела это видео оставить. Хотя вы все написали, что хорошо выглядит. Мне очень не понравилось. Так, да, тапачкался. Значит, вот так вот пробудем, где-то здесь мы будем делать. Вот как-то так, наверное. Видите, так она вообще видна. Но, не знаю, в прошлом видео ничего видно не было. Или камеры. Вообще нет. По-моему, это линза, которая с широким или узким углом, с каким она там съедает. Хорошо очень свет. Возьму вот эту большую новую кисть от Realty Knicks. Она продается у них и в сетах, и поодиночке. И туда же в него покапываю. Я, кстати, кисти теперь мою каждый день. Я вам это уже говорила или не говорила. Я так решила, чтобы меньше было проблем с прыщами. Очень хорошая кисть, но я все-таки про нее отдельно расскажу в покупках. И вот наношу ее сюда. Это пока не растушевываю, чтобы она немножко въелась в лицо. Чтобы был более выразительный контур. А это сразу наношу. Он был с волосами. Ну, в общем. И сейчас мы так будем растушевывать. Что-то я тут, по-моему, тушанула. Так тушанула. Мам, кажется. Буквально пару дней, знаете, какая погода жадкая была дома. Дышать нечем просто было. А сейчас стало очень прохладно. Очень, не знаю, наверное, на градусов 12 упала температура даже днем. Теперь можно, кстати, растушевать здесь. Я буквально совсем-совсем тушую. Видите, еле-еле дотрагиваюсь. Можно и ей сразу наносить, если вы хотите. Я выкажу. Как вам нравится тут уже. Мне нравится немножко сначала нанести тонкой кистью. А потом уже большой немножко растушевать. Но она тоже хорошо вот такой бронзер, как этот. Она будет вообще шикарна. Она очень правильно набита. Просто очень удачная кисть. Из тех кистей, из контурирования, что у меня есть, она самая удачная. Можно в покупках вам ее не показывать. Потому что все рассказала. У меня всегда этот контур намного блеклей, нежели этот. Потому что здесь он не выразительный, а там он, да, выразительный. Здесь его надо более выразительным делать тогда. Короче, температура у нас сейчас спала так хорошо. А то дышать у нас дома нет кондиционера. Ночью просто дышать нечем было. Я даже себе заказала опять термальную воду ночь. Потому что очень у нас душно и сухо. Я заказала термальную воду. Термальную? Да, да, термальную. Пшикать на себя. Я знаю, что можно взять вообще любую воду и налить ее в баночку и пшикать. Но мне нужна термальная вода и для другого чего-то. И решила, что можно заказать. Кстати, на очень... Где я заказываю, на израильском сайте. Она дешевле, 2 раза стоит, нежели во всех магазинах. Поэтому, да. Она такая мягкая, вы просто не представляете. Она мягче даже, чем их кисть для тона. Кстати, я знаю, что или Пикси Ву, или Саманта ей для тона пользуются. То есть для тон еще и не пробовала пользуется. Ну что? Что у нас получилось? Без очков? Ничего без очков не вижу. Срочно нужно линзы делать. Я знаю, что некоторые делают контур вот на ямочках. Мне так это нравится, но мне это не получается. У меня получается как пятна, поэтому я этого не делаю. Так, теперь давайте контур носа. Беру вот такую плоскую кисть. Все это кисть от Зуива. Из их розовых комплектов. И вычерчиваем полоску. Тут главное не идти по контуру носа. Но я не умею не идти по контуру носа. Так. У меня всегда идет по контуру. Сразу идет по контуру носа. О, вроде прямые линии нарисовала. Слушайте, прикольно. Прямо для вас. Да. Как он так? И здесь. Нос мой укоротим. Хотя что его может укоротить? Ничего. Не, может быть, наверное, операция. Хотите, чтобы я сделала операцию своему носу? Я шучу. Никогда в жизни не сделала операцию носу. Потому что я абсолютно боюсь врачей. И я никогда в жизни не смогу, по-моему, никакую операцию пластическую сделать. Даже если захочу. Потому что мой страх намного выше, нежели хотение быть красивой. И растушевываем. Проблема, знаете, что у меня на носу? Мне нужно там убрать красоту. Кстати, появился новый тональник CCBB DD. И крем от... Как это называется? От клиник, который я очень хочу попробовать. Так. И теперь я возьму опять тональник. Потому что вы видите, что мой нос очень отличается от всего. И проведу здесь. Вот так вот. Чтоб видно высветлить. А, только кисти у меня не осталось никакой. Ладно, пальцем. Кисти остались, сзади стоят. В общем, хочу попробовать новый. Кто-то пробовал в такой синей для проблематичной кожи? Я знаю, что Лаура с моего любимого блога пробовала. Лаура by now blog later. Ну, я про нее кто-то раз уже рассказывала. Вы знаете, кто она такая. Вот. Она пробовала. Он вроде ей понравился. Все, что Лаура пробует, Габи бежит и тоже пробует. Потому что Габи доверяет Лауре. Слушайте, видео будет на 30 миллионов часов. Беру румяну. У меня сегодня румяна кикку в номер один. Почему одиннадцать? 112, беру кисть. Они такие фиолетовые. Можете догадаться, какая будет помада сегодня на мне. И, как учил нас Вейнгос, не обязательно делаем на ямочки. Потому что у некоторых ямочки, как у меня, не ямочки, а яблочки здесь, около рта. Поэтому делаем здесь. От конечка, от конечка, от конечка глаза. Немножко сюда, на саму скулу. Вот как-то так. Теперь набираю еще. И могу вам честно сказать, у меня болит спина. Это самое последнее, самое интересное. Надеваем очки с моим рыжим носом. И вот так я люблю, когда, видите, выделяется. Почему я так не умею делать? Нужно как-то это выделить. Как мы это выделим? Давайте попробуем. Как-то. Ну и что у меня получилось такое выраженное, некрасивое? Я растушую. Сейчас мы с вами сделаем боком-боком-боком. Боком-боком-боком. Нужно чистить, чтобы взять. Курица, гапушка, курица. И помаду я буду пользоваться, конечно, The Seventeen 11, которая уже не осталась. Которую я у вас выпрашивала, но не... Я не знаю, мне кто-то обещал, что ее послали. Что я не получаю ее по почте. Она у меня полностью закончилась. У меня ничего не осталось. У вас она называется «Деревенский макияж». Все, плев. Чего это я решила быть бьюти-блогером? Какой это у меня бьюти-блогер? Ну реально, ребята. Вообще, я всегда интересовалась меня некосонетикой самой. Типа декоративкой. А больше уходом. Вы, наверное, будете в последних видео тоже это чувствовать. Потому что я буду пробовать много новых уходовых средств. Самое интересное, что она продается только в России. У меня подружка смотрела ее в Англии, где есть эта фирма, и нет ее там. Это из тех помад. Что там появилось? Что тут появилось? Это из тех помад, что мне не важно, кто... Что о ней думает. Главное, что мне она нравится так сильно. А, все остальное, да. А еще есть зрители, кто смотрит «Теревизни», обязательно пишите. И тогда какую-нибудь поставлю фотку в Инстаграме. И будем обсуждать, кто выступает, и кто лучше, и кто хуже. А если никто не смотрит, то буду... С подружками смотреть. Есть еще этот блеск с этой стороны, но вы понимаете, он весь полный. Я вообще ни разу не пользуюсь. Я люблю блеск. Я люблю... Моет его и голодок. Так. Ну что? Макияж а-ля деревня вместе с Габи за чашечкой кофе готов. Не знаю, надеюсь, вам было интересно. Слушайте, ну что, хотите быстро волосы попробуем сделать? Быстренько я вам только покажу. У меня вот такой вот... Вот такой вот. У меня вот такой вот плойка. Понимаете? Не такая вот плойка, а вот такой вот плойка. Ферма, я вам как-то про нее говорила, с английской розеткой. Поэтому... Полный фонариков не горят, потому что у меня только один английский переходняк есть. Купила ее задешево где-то в Ирландии. Копьек. Холодно будет. Вот. Сегодня волосы, как вы видите, немножко такие... Хотя, не знаю, вроде сидят нормально. Я же ничего не вижу. Что буду делать? Ну я чуть-чуть их совсем подкручу. Так. Ставила я на 180. Это очень высоко. Обычно ставлю на 165. Вот. Обычно я очень просто все делаю. От лица. Заворачиваю от лица. Нагрелась? Еще не нагрелась. Да, как микрофон. Это, по-моему, 1... 2 инча. 2 инча. Мне больше всего нравятся. Они самые большие, такие самые активные. Ну, нагревайся. Значит, эту сторону я делаю так. То есть, что вот этот указательный палец поднимает эту штуку. Эту сторону я делаю, что вот большой палец поднимает. Тогда они будут равномерно смотреть. Смотрите. Например. Я не расчесываю волосы заранее. Ничего не делаю. И заранее также не наношу никакие средства. Потому что у меня уже здесь есть много средств. И делаю вот так вот. Обычно это как я делаю. Лежу минут 10. Минут 10. Да, правда. 10 минут и волос не остается. 10 секунд примерно. И вот так вот. И получается. Кудря. А что там у меня так сильно? Дым пошел. А, потому что я 10 минут держала. Так, вот так вот. Обычно я знаю, что нужно с корней это делать. Не очень люблю делать с корней. Потому что в прошлом видео я эти дела с корней вы видели. И выглядело как-то. Я вообще не представляю, как вам это понравилось. Это было ужасно. Вообще, в прошлом видео, как я выглядела, мне вообще ничего не понравилось. В свет все высветил. Самокритика, товарищи. Самокритика. Но времени переснимать не было. И даже не времени переснимать не было. Я... А что он так делает, этот самый? Что там еще? Волосы мокрые, что ли? Из душа вышло. Я сходила в столовую. И они на ветру все... По-моему, сам. А, там есть волосок. Так. Может быть, переднюю попробуем. Вот, смотрите. Значит. Берем. И знаете, складывайте волосы, именно чтобы он не шел на вот эту штуку, а шел на саму круглую. Для того, чтобы не виден был склад. И чтобы он не был, знаете, таким резким склоном. Никто достаточно не отолвает. Я, знаете, накручиваю их только так, для того, чтобы... Вот с этой стороны, давайте покажу. Только для того, чтобы они более, ну, хорошо сидели. Не для того, чтобы они были накручены, а просто чтобы хорошо сидели. Вот здесь намного проще, потому что нам легче накручивать. Не понимаю, почему у тебя дым? Никогда он не шел. Кончики, конечно, стараюсь, чтобы они не заходили туда. Но иногда не получается. И, конечно же, жду, чтобы все хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо остыло. И потом просто руками провожу, и даже никаким лаком не пользуюсь ничем. Это я только делаю, чтобы вот эта лишняя пышнота ушла. Не всегда я так делаю, смотря сегодня у меня волосы более-менее в нормальном состоянии, но чуть-чуть они у меня на ветру совсем разъяснились в разные стороны. Поэтому их немножко-немножко корректирую. И все. Так, поскольку это фотоаппарат, я ничего не вижу, что я делаю. Так, давайте возьмем вот эту вот. Очень интересно смотреть, как я волосы накручиваю. Ну, чтобы вы знали, вот так я их и накручиваю, так она сошла. И стараюсь, чтобы вот эта плыль как можно прямее стояла. Короче, склифосовский. Мы все поняли. Я ничего не вижу по-любому, поэтому это так бессмысленный. В общем, и потом, когда они высыхают, я просто вот так вот руками провожу. Сейчас я себе еще купила вот такой вот новый спрей, над которым я вам расскажу в покупках. Тут, если вы много новинок увидели, все будет в покупках следующих. И этот называется Sea Salt Spray, да, от Джон Фрида. Пахнет кокосом обалденно. Потом волосы пахнут так вкусно. В общем, короче, наношу. Он немножко склеивает волосы, поэтому у кого тонкие волосы, вам не советую. В общем, он классный. Короче, потом нанесу дальше. Нужно еще подкрутить некоторые места. Ну что, вот такой вот кардибалет у нас получился. Такой а-ля я деревня быстро накраситься для следующего видео, чтобы вам снять. Потому что у меня по плану вообще снять вам одно видео, которое я сегодня задумала. Но решила заодно снять вот такой вот. Собираемся со мной, болтаем, пьем кофе. В общем, чтобы вам скучно не было. Ну что, как-то так. Надеюсь, то, что я вас спрашивала в начале видео по поводу идей, вам понравилось. И вы не поленитесь. И обязательно оставьте мне комментарии. Это касается, к сожалению, только израильтян. Косметику, которую вы советуете купить, когда турист приезжает в Израиль. И также, к чему вы до сих пор не привыкли от жизни в Израиле. Да? Как-то так. Ну что, надеюсь, вам было со мной сегодня весело и интересно, не скучно. И вы хорошо провели эти 20-30 минут примерно, как обычно. Гави Балтайдин и Танопки. И мы с вами увидимся. Очень скоро. Всем привет. Сегодня я продолжу видео о покупках, как я вам обещала. Но я решила не делать много видео. А сегодня я соединию все свои покупки в одном видео. Чего-то мне не особо.